Во имя Отца и Сына Святого Духа. Дорогие братья и сестры, не напоминает ли вам сегодняшний праздник нечто параллельное с событиями Ветхого Завета, а именно с Великим Потопом, когда тоже была вода, грехи, милость и голубь, как знак милости. Здесь тоже начало мира, вода, начало Евангелия и Ордана. И это великое событие уничтожения греха вместе с грешниками, оно тоже параллельно связано по смыслу с крещением Господним, с той великой разницей, что благодаря доброте Христа Спасителя грехи смываются с нас, а сам грешник остается жить. Это тоже Всемирный Потоп, где погружается в пучину милосердия вся эта грешная такая закладка человеческих дел. Как хозяйка, например, наберет целую корзину грязного белья и закладывает ее стирать. Вот такая, значит, такая великая стирка, омовение человеческое при сохранении в живых бывшего грешника. Тогда как Всемирный Потоп водою губил и грешника, и грехи его, ибо грешники были неисцелимы. Мы сегодня говорили за Богу нашему, ты, если Бог наш, потопивый водою приной и грех, ты, если Бог наш, свободив морем, свободивый от работы фараон урок еврейский, ты, если Бог наш, разразивый камень в пустыне и потекоша воды и жаждущих людей насытивый, ты, если Бог наш, водою и огнем применивый Израиля от работы воалу. То есть через воду Богу нашему угодно совершать великие дела, о чем подробно читается в сочельник крещенский во время чтения большого числа парими, ветхозаветных чтений. Ну и вот, поскольку глаз Господень на водах, вопиет глаголя, то есть сейчас вот эта вода, привлекая все внимание, огромного числа людей, люди воду черплют, потом ее пьют, ее мажутся, кропятся, в ней купаются, и внимание людей обращено к воде. Никогда не бывает так много людей в храмах, сравнимо с Пасхой только, как только в дни орданские, когда мы, как водяные, понимаешь, на водопой, ползем как бы с этой водой, и надо, в конце концов, понимать, что главное ведь, значит, здесь в том, что Глаз Господень на водах, вопиет глаголя, примите все духа премудрости, духа разума, духа страха Божьего, явшегося Христа. То есть, как в начале мира написано, дух Божий носился вверху воды. Земля была безвидна, неустроена, и тьма над бездною, и дух Божий носился над водами. Так и сегодня над водами носится дух Божий для того, чтобы всякий, приходящий к воде, находил не воду, но Бога через воду. То есть, приходишь к воде, а находишь Господа, приходишь окунуться, а находишь страх Божий, приходишь окропиться, а находишь мудрость, приходишь попить водички, забрать домой, а находишь веру в Иисуса Христа, потому что сегодня же Богоявление. Это означает следующее, что Иисус из Назарета явил Себя как Мессия, а Бог явил Себя как Троица. Голосом заявил в Своем присутствии Отец, в виде голубя сошел Дух, и Сын воплощенный стоял в Иорданских струях. И мы, как бы, в виде одного другого третьего, говорим сразу всем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. То есть, Бог явил Себя как Троица, а Иисус из Назарета явил Себя миру как Мессия. Здесь снабдите души ваши, здесь важная есть такая мысль, кто такой Мессия по еврейскому представлению. Мы церковь из язычников. Запомните это. Мы не церковь из евреев, поэтому мы половину вещей не понимаем. А если бы евреи уверовали в Бога, то церковь была бы огромной всемирной синагогой. Но так Бог не... Это не было бы плохо, это было бы хорошо. Но Бог дал по-другому. Он ожесточил их сердца для того, чтобы в семью Божию зашло множество язычников. И мы церковь из язычников. Потом времена язычников закончатся, они войдут нужным числом в число спасенных, и потом остаток Израиля обратится к Богу Отцу своих. И так закончится мировая история. То есть пока что мы сейчас живем в те времена, когда заканчиваются времена язычников. Когда язычники, неблагодарные за призвание в Божию семью, будут извергаться вон из Божьей семьи и возвращаться к своему проклятому язычеству. А сыны Израиля будут постепенно прозревать и возвращаться к Богу Отцов своих через дненародного сына. И будут плакать о нем, как и единственно. Так вот, смотрите. Ой, Иисусе сладчайший. Если вспомнить, скажу то, что хотел. Видимо, Бог не дает. Дима рано еще. Сегодня из Писания мы как раз о действии голубя этого Божьего, о благодати Божией читали. Что явился... Ага, значит, смотрите, да, вернусь. Иисус явил Себя как Мессия. Значит, смотрите, мысль такая, что по еврейским представлениям, Мессией может быть любой мужчина от потомок Давида, который родился от обычных еврейских родителей, обрезан в восьмой день, воспитан в законе, и потом должен явиться Илья и помазать его на царство, и он должен воцариться над Израилем и над всей вселенной. Он не должен быть Богом по еврейским понятиям. Мессия по еврейским понятиям должен быть просто человеком. Но, конечно, из царского рода, из Давидовых кровей, и, конечно, чистокровный полноценный еврей. И по рождению, и по воспитанию. Так думают они. Мы вообще об этом ничего не думали, потому что мы, повторяю, церковь из язычников. Мы не ждали Мессию, поэтому нам об этом думать и не положено. Он к нам пришел, и мы его узнали. Как написано в Исаии, я явился тем, кто не ждал меня. Я открылся тем, кто не спрашивал обо мне. И вот оказалось, что евреи были неправы. Что Мессией может быть не просто человек, потомок царя Давида, и хорошие евреи, которые правильно воспитали, и которому Бог дал власть над всем миром. Нет. Мессией может быть только Божий Сын. Одной сущности с Отцом, единородный, возлюбленный, в котором вся Божия любовь. В нем все мое благоволение. То есть Христом нельзя стать. Христом нужно только родиться. Потом уже явиться в Христос. Понимаете? А антихристом можно только стать. Антихристом нельзя родиться. Почему это важно? Потому что, во-первых, например, еретики были различные. Различные, ну, учителя, такие, лжеучителя церкви, которые говорили, что Христос, Господь Иисус, он был рожденный, да, Девы Марии, все правильно. Но родился он таким святым, обычным человеком. И он не был Христом, когда родился. А когда он пришел на Иордан, и на него сошел Дух Святой, вот тогда он стал Христом. Церковь послушала эти слова, сказала, нет, стоп, 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 стоп. Христос уже родился Христом. Потому что, говорит, да ангелы сказали пастухам, мы возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям. Ныне в Вифлееме, граде, городе Давидово, родился вам Христос, Господь. То есть, с самого рождения Христос уже Христос. Он не потом стал Христом на Иордане, когда принял помазание от Духа. Он был Христом самого младенчества. Он в очреве уже Девы Марии был уже Христом. То есть, Христом нельзя стать, как думают об этом евреи. То есть, там, жил себе, жил, трудился, потом помазали его, как царя, и он, понимаешь, начал всей вселенной командовать. Это не то. Это, как раз, очень похоже на антихриста. Потому что Христом можно быть только от чьего матери, только с самого рождения. А вот антихристом нельзя родиться. Когда некоторые, допустим, такие слухи там пускают, такие в глупую толпу, такой, родился антихрист, родился анти... Нет такого понятия родился антихрист. Он не может родиться. Им нужно стать. Нужно родиться обычным мальчиком. Ну, не обычным, может быть, но мальчиком. От папы и мамы, без всяких фокусов. Нужно получить особенное воспитание. А потом, в каком-то возрасте, скорее всего, пообезьянничею, в 30-летнем, так, чтобы скопировать Иисуса, нужно принять какое-то великое помазание, какое-то посвящение. И потом уже получить в руки бразды правления над дурной вселенной, над сумасшедшими людьми, которых большинство людей в это время будет сумасшедшим. Антихрист не может прийти до тех пор, пока не... Дьявол, так сказать, не может никого помазать своей черной благодатью в царя над всей вселенной, пока народ сохраняет веру. Потому что народ не хочет, не понимает этого всего, и хочет Бога настоящего. Не хочет Бога лживого. А когда весь люд человеческий полюбит ложь, влюбится в разврат, влюбится во всякое отступление, будет творить и делать всякую неправду с удовольствием, подавляющее большинство, тогда Лука вам будет очень легко выбрать себе кого-то из того, какого поколения захочет. Ну, конечно, лучше из Давидова, если оно сохранилось. И воспитать, и помазать, так сказать, и дать ему эту свою власть, эту драконию над дурной вселенной. И тогда будет конец света. А вот так, чтобы родиться Антихристом, так не может быть. Никто не рождается в мир Антихриста. Как говорит, значит, про Господа говорится, что Он есть свет, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. Помните, в Евангелии Атриана говорится, что был свет, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. То есть всякое дитё, разверзающее ложе сна, с криком вылазившее из тьмы материнской утробы на свет Божий, это дитё просвещается светом вечным, которое есть Слово Божие, которое есть Иисус. Это свет, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. И будущий Антихрист, как дитё родится, тоже вылезет из мамки новочрева и заорёт первый раз, и начнёт дышать, его шлёпнут по попке и дадут его матери. А потом уже, потом, потом он примет какую-то такую страшную чёрную власть. То есть, смотрите, это очень важно. Христос на Иордане ничего к себе не добавил. Всё, что у него было, у него и было. Он ничего нового не получил. Он засвидетельствовал о своём мессианстве. Отец о нём сказал, это мой любимый сын, в нём мои желания, в нём мои хотения. Всё благоволение моё в нём. Всё, что я хочу, в нём. Всё, что я люблю, в нём. То есть за пределами Христа нет ничего, что Бог любит. То есть всё хорошее, любимое Богом в Иисусе. Он сказал об этом сам, Отец Небесный. И Дух Святой сошёл по мазке Иисуса, как в виде голубини, как в виде кроткой птицы, не в виде ястреба, в виде коршуна. Гляньте на гербы стран. На гербах стран обычно изображаются хищные животные, правда? Драконы, медведи, там, китайцев драконы, там, значит, там, на гербе Берлина, медведь, а слава Богу, на гербе Москвы Георгий Пиконосец разит дракона. А на гербах всех остальных стран, как правило, в подавляющем большинстве ястребы, орланы всякие, клювы хищные, когти всякие. Люди хотят быть сильными. Люди хотят иметь железный клюв, каменные ногти, значит, каменное сердце, как бы орлиный взгляд, как бы, и рвать всех на часть. Люди так хотят. И вдруг всех победил голубь. И вдруг всех сломал Агнец. Агнец растоптал всех драконов. Ягнёнок. Однолетний Агнец без порога. Пришёл и поломал кости всем драконам. Где такое бывает? То есть Иисус, при том, что Он ягнёнок, Он сильнее всех. А мы ищем силы в ястребах, в львах, в барсах, там, везде. Вот это, это же наши такие, тотемы такие. Тотемы современного человечества, которые, повторяю, возвращаются в времена язычества. Так что вот Иисус Христос на Иордане себе ничего, повторяю, не добавил. Он дождался возраста, в который Ему можно было стать учителем. Потому что евреи имеют прекрасные законы. Они соплякам командовать не дают. Они считают, что пока ты не дорос до определенного возраста, ты не имеешь права рот раскрыть в компании взрослых людей. Этим возрастом определяется 30 лет. Но до этого, с трёх лет, мы говорили, мальчик еврейский должен уметь читать. А в 12 лет он становится сыном заповеди, так называемый бармитсва. Он читает в собрании взрослых священную книгу, там какой-то отрывок. И взрослые говорят, аллилуйя, ты теперь взрослый. Ты можешь читать закон. С 13 лет, и потом с 13 до 30, он должен каждый день упражняться в чтении священного писания. И тогда в 30 лет, там уже у человека поворачиваются какие-то мысли в нужную сторону. И он может быть судьёй, он может быть военачальником, он может быть священником, он может вести за собой людей. Ни зелёнкой он не должен быть, ни дурачком, ни безбожником. И ни каким-нибудь язычным. Он должен быть здесь, воспитаться среди нас, чтобы мы его знали, в наших синагогах, чтобы мы видели его. И Христос так сделал. Если бы Христос был чужой, как некоторые тоже баснословят, наверное, поскольку Евангелие от 12 лет Иисуса до 30 лет Иисуса ничего про него не говорит, то некоторые фантазируют и говорят, а может быть Иисус ходил на Тибет? А может быть Иисус ходил в Индию и у тамошних магов учился там всякого такого? Что мы об этом скажем? Скажем очень простые слова. Иисус был еврей. Ну и что? А вот что. Если бы Иисус не был по субботам в синагогах, каждую субботу, если бы его не видели постоянно перед собой все, кто знал его в его родном Назарете или в Иерусалиме, куда он приходил три раза в год, исполняя закон Божий, если бы он не жил по еврейским обычаям, ел запрещенную пищу, не был бы обрезан, они бы его не слушали бы ни одной секунды. Для того, чтобы быть мессией еврейского народа, а Христос наш есть мессия еврейского народа, в первую очередь, а потом свет и знамя для всех язычников. Они бы его не слышали, они бы его сбросили не только со скалы. Не знаю, что бы они с ним сделали. Если бы кто-нибудь из язычников дерзнул бы им, чего-то там рассказывать. То, что они его слушали, обозначало очень простую вещь. Он всегда был с ними. Он читал их книги, которые сам написал. Он ходил в их синагоги. Он исполнял их законы и обряды. Он был всегда с ними. Слышите, это очень важно. Вообще, знание о том, что он был еврей на земле. Он на земле был еврей. Не римлянин, не кельт, не славянин, не африканец, не египтянин, не мубийц. Он на земле был еврей. Это великое знание нам дает ключик к тысяче ответов на самые сложные вопросы. Почему его обрезали? Почему его папа Иосиф там водил его в храм Божий? Почему в 12 лет, а не ранее, он сидел в храме, разговаривал со старцами? Почему то и почему все? Это все очень важно понимается через то, что он был евреем. Это Божьи люди. Он взял их, Господь Небесный взял их раньше всех в свое общение. И вот, наконец, родился благословенный от Девы Марии и прожил 30 лет для того, чтобы, знаете, если хотите, там кто-то из святых говорит, что он освятил собой, Иисус, все собой освящает, он освятил собой младенчество, он освятил собой отрочество. Что такое святой отрак? Это отрак, похожий на Иисуса. Он освятил собой юношество. Что такое юноша? Юноша, похожий на Иисуса. По поведению, по целомудрию, по вере. Что такое мужчина взрослый? Это мужчина, похожий на Иисуса, ответственный, смелый, умный, знающий Писание, живущий в заповедях, ходящих в законе Господне. Он прошел все стадии человечества, от детства до зрелости, для того, чтобы наполнить собой все. Окунулся в Иорданскую воду, чтобы дать воде благодать смывать грехи. Вода и так моет нас, мы без воды бы завонялись через два дня. Вода нас и моет, и купает, и питает, и освежает, и без воды мы жить не можем, это прописная истина. Но вода еще должна была давать человеку оставление грехов. И для этого Иисус Христос окунулся под руками Иоанна в воду Иорданскую, чтобы дать воде силу смывать не только грязь, но и внутреннюю грязь, грехи человеческие. Он сошел во ад, для того, чтобы мы ада не боялись. Теперь в аду тоже Христос. Теперь куда бы ни пошел, везде есть благодать Божия. Взошел на небо, осветился бы и воздух, для того, чтобы все везде было наполнено им. Он есть полнота, наполняющая все во всем. И вот он пришел на Иордан, исполняя закон. Пришел срок, пришло время. Пришел голос Иоанна. То есть нужно было каять. Он не пришел сам, Иисус. Он дожидался, пока разразится голос проповеди. Покаянный. До сегодняшнего дня и до конца мира Христа будут принимать только те, кто кается в грехах своих. Те, кто не слышит голос Иоанна, они от Христа ничего не имеют. Они к Христу не приходят. Только тот, кто расслышал голос Иоанна, покайтесь. Только этот человек с больной совестью ищет себе Спасителя и находит его только в лице Иисуса Христа Господа. Других спасительных нет, не было и не будет. Сначала покаяние Иоанна, голос Иоанна должен расслышаться. А потом приход к Христу и упокоение у ног его. На прощание. Сегодня мы читали послание к Титу о том, как действует Божия благодать, которая спасает человека. Он говорит, чада Тите, сын мой Тит, явилась благодать Божия, спасительная всем человекам. То есть то, что сделал Христос, касается всех, всех людей вообще, всех африканцев, всех американцев, всех индусов, всех евреев, безусловно, всех русских, всех нерусских, всех полурусских. Это спасительное для всех человеков, как и родился Господь для всех человеков, как ангелы сказали. Мы возвещаем вам радость, которая будет всем людям. Родился вам Христос Господь в ограде Давида. И так явилась благодать Божия, спасительная всем человекам. Что же она делает, эта благодать? Смотрите. Благодать научает нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно и праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Это действие благодати. Безблагодатный человек – это человек, который ничего доброго сделать не может. Безблагодати человек не спасает сам. Мы спасаемся благодатью, не делами, а благодатью. И явилась милость Божия не от дел, чтобы никто не хвалился. У нас нет добрых дел, открывающих нам райские двери. Мы спасаемся милостью Божию, благодатью и принимаем ее через покаяние. И вот она делает что? Явившаяся в мире благодать. Она учит нас отвергать нечестие, то есть всякое зловерие и злые образы жизни. И мирские похоти. И учит нас целомудренно и праведно и благочестиво жить в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. То есть этот мир – это зал ожидания. Мы здесь ждем возврата на землю Господа Иисуса Христа. Только тогда Он пришел смиренно и кротко, как раб иеговы, как плотник, как плотников сын, живущий в маленьком городишке. Второй раз Господь наш придет с великой славой. Этой славой мы должны ожидать. Этому учит нас благодать. То есть благодать учит нас жить целомудренно и праведно и ожидать блаженного явления, славы великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Это в послании к Титу это выражение повторяется очень много раз. Новый народ, народ Божий, новый Израиль, христиане – это люди, ревностные к добрым делам, которые постоянно думают, что бы еще хорошего сделать. Где еще есть слеза, которую нужно вытереть? Где еще есть бедная чрева, которую нужно наполнить купленной за мои деньги едой? Где еще есть упавший под крестом жизненным человек, который нужно поднять? Человек должен быть ревностный к добрым делам. Конечно, хотя бы уже делать то, что в руки плывет. Попадается к тебе возможность сделать доброе – не пропусти. А в принципе нужно даже искать возможность умножить славу Божию и разбогатеть добрыми делами. Ведь мы были когда-то несмысленные, непокорные, заблудшие. Были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе, в зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Было такое? Дай Бог, чтобы счастье не было такое. Чтобы мы не были гнусны и не жили в злобе, в зависти и в ненависти. А когда явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, то Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости – баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Вот мы сегодня наберем водичку с собой, а с водичкой Духа Святого. И послушали службу, и узнали о Иисусе, что-то новое про Него услышали, что нужно в жизни познавать Иисуса Христа. Нужно узнавать о Нем больше и больше. Нужно любить о Нем читать, любить о Нем слышать, любить о Нем думать, любить о Нем говорить и, конечно, любить приходить к Нему самому, к Его чаше, где Он поместился в святых тайнах, и в Храм Божий, где Он живет и дышит в песнопениях, в богослужениях, в обрядах Святой Кафолической Апостольской Церкви. Дай Бог сегодня всем приходящим на воду, да, найти не просто холод в воде, а найти теплоту Духа Святого, ибо Господний глаз над водами сегодня движется, и голубь тот евангельский летает над каждой купелью, в которой окунаются верующие христиане. Также летает он и здесь, над этим чаном с водой. Также полетит с вами домой, где вы покрапите свои жилища. Сегодня вы все священники. Не нужно звать папашу, он обязательно зашел к вам и крапил там вашу хату. Сами крапите ее. Выучите тропарь наизусть. Первый глаз во Иордане, крещающий тебе Господи. Спойте его перед домашними иконами, и окрапите свое смиренное жилище, чтобы там жил Христос и благодать его. Завтрашний день, День Собор Иоанна Притечи называется, поскольку святой Иоанн начальник покаяния, и он нам нужен, потому что если мы его, так сказать, голос не расслышим, мы в рай не войдем. Он нам нужен как наставник спасения, как наставник покаяния, как родственник Иисуса, как первый мученик в благодати, как наставник всех девственников, постников и монахов. Это вообще лучший человек мира, завтра его память. Поздравляю вас с сегодняшним догматическим спасительным праздником, очень много открывающим нам и в истории мира, и в личности Господа Иисуса, которого мы должны, повторяю, познавать, любить и славить. Прославьте Бога в душах ваших и в телесах ваших, и то, и другое Божие. Аминь.